приветствую это канал максимадзе это готовая сити за дефанте федиши продолжаем проходить это второй выпуск и сегодня у нас что у нас дальше пойдет почему нет во первых машины на парковке мне чего постоянно воровать нужно что ли тут полицейские везде стоят 1 если если остановится машины я не остановится так метку ставим и поехали кену рузенгергу едем опять блин и я просто офигел вот реально это трилоги вот это вот дефанте федишин стала самой не стала самой худшей игрой из это рекорд просто был насколько я слышал стала самой недооцененной низко оцененной игрой в истории ну и самый недооцененный тоже можно сказать правильно на нинтендо свитч я видел эту игру там она вообще там она выглядит конечно да отвратительное разрешение не больше чем hd просто hd и 30 фпс иногда даже и меньше так али джори фуэ о господи мне нужны новые штаны теперь эй слушай эти психопаты севера они мне тут звонили и сказали что скоро будут здесь и где же денежки да тихо 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 ты до этого не дошло еще дел о я думал ты об этом позаботишься не не я так и думал а теперь эти перцы говорят что мы им должны оказать услугу я в смысле да да ты разве похож на человека способна запугать присяжных это же ребенка припугнуть не смогу в общем короче кузен форелли джорджио получит пять лет за мошенничество тебе придется в разуме этих пары ладно ладно убить присяжных передумать не не я выдался в суде присяжных убедить не вышло поэтому заставь их передумать короче давай грузи быстрее мол точек ну бери короче сони форели продолжает давить на томи чтобы этот бабки вернул поскорее потерянные но пока сделать этого не может дает приказ осу освободить его кузена тюремного срока сейчас присяжных будем запукивать блин графика конечно классно у меня на дни мать не на максимум конечно стоит ну-ка ну-ка может я сможем мы сможем чуть-чуть получше сделать качество текстур дофига городского освещения давайте хотя бы такое сделаем конечно же мне придется записывать все выпуски full hd 60 кадров в секунду чтобы мне и чтобы самого себя не не прохождение этой игры не опозорить так сказать а то можете сам сказать сам понижаю разрешение делаю хуже 4к конечно же никаких не будет потому что у меня 4к туже не выдержит ну какая классная тачка какая она блестящая сейчас на такой не будет ни одной царапинки и какого фига не могу поверить своим глазам эй ты помнишь его запомни он не виной какого фига ни одной царапинки во хотя бы так сделай нет компенсацию мне еще за это дайте водительское стекло те еще раз долблю а то вдруг у тебя стекло грязное ты нифига не видишь так еще один присяжный есть поехали метки почему-то не на всех заданиях появляются вот здесь почему-то не появилась и установить его не получается получается так поэтому смотрим по карте как лучше доехать в принципе под ип хоть по той хоть по той дороге а это то есть нам эту сторону их нет блин вот ну и я не мог увернуться ничего особенного ладно лучше тут ехать прямо давай давай господи машины неповоротливые в этой игре немного в бой сети кстати пошли моды уже 1 на 3 gta 3 ладжи за дефонит и фэдишн первые моды но среди них я ничего интересного для себя не нашел я бы хотел такие моды как возможность выбрать любую миссию какую захочешь менять скин можно также принципе менять скин можно и через чит-коды но это блокирует во первых достижения во вторых там не все скин там только не несколько а вот тебе и карма свободу вот с эти дождь дождь выглядит круто но все же он давит на глаза эти двери сейчас все вышибут чё вторая не ламывается ну вот залезай ты на нее наверх эти воде я дилобовое стекло еще раздолблю не не попал она чё бронированная что ли какого фига запомни он невиновен поехали дальше нам снова туда к розенбергу ехать надо меточку ставим хотя в принципе можно и не ставить достаточно повернуть вот сюда и офис прям перед нами эй томми это сони как там загар твой да у меня нет загар а как же мои деньги вот я про них больше думаю чем ты занят томми скажи пожалуйста чем-то занят я ищу деньги сони волнуйся а вот я волнуюсь томми вот так уж я устроен это моя главная работа это моя главная работа ненадежные люди не будь ненадежным человек пожалуйста томми мы оба от этого игры я буду ждать у тебя новостей да вот сколько сколько мы просрали на той сделке миллиона три наверно это будет жестко тяжело очень ладно погнали дальше эйвери само собой о томми томми привет как успехи томми это эври келлингтон вы кажется вы виделись на вечеринке нет привет у эври есть кое-какое предложение там больше заняться нечем что ли эй я всего лишь пытаюсь подзаработать не суди строго я на мели даже если на этой неделе меня грохнуть я не хочу умереть хотя бы нищий ну-ка замолчите оба сынок помоги мне и все эти говнюки со следующей проблемой перейдут на кладбище ладно чем могу помочь у транспортной компании есть склад на ценном участке земли они отказались его продавать они у него сцепились как крысы надо смотаться туда и выкурить этих паразитов оттуда поезжай туда и устроить там бардак пока охрана занята проникни внутрь и положи им конец заедь к рафаэлю переоденься а потом туда надо устроить заворот если дельце выгорит загляни ко мне в офис потом да как это все запутанно там знаю почему но мне навигатор показывает ехать в обратную сторону хотя точка находится вообще не в той стороне навигатор показывает про маршрут который должен показывать настоящий нормальный навигатор для тех водителей которые не нарушают правила это в принципе а ну да ну да ну да нам не на точку же надо нам надо магазин в этот ой отчет что-то тормозишь вращающийся столб просто офигеть вот смотрите он исчез я просто офигеваю но графика все равно выглядит классно несмотря на это да что вы лезете прыгайте под машину ко мне мне зачем вот там уже и без нас бардак все идет так начали драку как минимум с четырьмя раз два три четыре ой ой а эти стрелять будут шесть как мне нравится звук вот этот когда миссию проходишь мелодия вот эта так следующий раз кин рузенберг появится только когда мы захватим новое убежище не очень скоро ну скоро но не совсем так что там пишут так ну ладно едем к веке реку но он только он у нас есть алло это мистер верседи да это кортес вы были у меня на вечеринке да я помню мистер сзади суд то что случилось ваш деловой сделки это большая неприятность да конечно я хочу чтобы вы взяли что мы люди делаем все возможные надо купаться истин если хотите поговорить более достоверенно найдите меня и всего доброго да 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 ну к кортесу мы пойдем позже for iron о день наступил сразу офигеть залезай сынок мой отец говорил ударенному коню в зубы не смотрят и он и правда в жизни не смотрел хочешь глотнуть виски не не спасибо трезвая голова мне нравится это короче бизнес в сфере недвижимости это не возня с бумагами все дело в земле и в желании ее захватить ты все улавливаешь сынок да да короче все что мне нужно это чтобы один ублюдок отдал немного земли сдается мне ты сможешь убедить его как следует убеждение это мой конек отлично он будет отдыхать в клубе на поле для огонь там запрещено появляться с оружием так что его охрана не сможет стрелять пойди и выбей из него всю дурь больше еще членский билет кроме того тебе понадобится подходящая одежда в гольф играть надо ну офигенно просто какая классная тачка поехали оооо нифига она не классная никакая не классная блин ты чё бегать устал что ли блин ну где мне дайте мне машину ё-моё а где водитель а вот как машина могла так перевернуться я не понимаю вообще магазин спорта офигеть это я подожди кто это сказал чей-то голос был я не понял это не томи же сказал как печально что тут нельзя брать оружие я бы с пистолетом бы его бы на одну левую бы замочил ну а так о молоток можно брать отлично хотя бы так так ну ка выключи это выключи это говно не пиратская версия еще первое выложены которую не убрали в которой еще остались те треки на у которых нету урок старовцев на которые нет лицензии а значит и а значит могут за не заблокировать так что будем остерегаться всего этого дима а ну стой да постой ты мерзкий ты портлявый ты блин это охранами не мешает только блин а они его раздавили смотрите-ка они его сами задавили хп заканчивается у меня заканчивается хп они мне мешают они клюшками будут биться сейчас может догоним может пешком догоним его не знаю не фиг то мы его догоним у меня уже сил нету а все меня убившись это очень бесячая миссия для меня а ну кыш отсюда дайте сюда а блин такой шанс был в воду его сбросить мне от это миссии не очень нравится если честно сложно его убить из-за этой охраны нет 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 плавать томми только не научился в воду 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 да ё-моё ну блин дураки ой только вы меня туда и столкнули вот тебе блин ой он сваливает с гольфа офигеть нет не сваливает еще но он может свалить запросто ну-ка подожди стой блин блин почему эти не могу раздавить на это бесит до невозможности это меня бесит до невозможности никто не дает его пристрелить через стекла тоже не убивается и и и доберитесь до таксофона возле мола на вашингтон пич не сейчас не сейчас ладно поехали снова к вере керингтон и какого фига мне звезду дали разве тут были полицейские рядом а воду какого хрена а еще и мои не знаю так ладно делаем вот так это было некрасиво это было некрасиво ну бери телефон чё ты встал-то заглючила короче что-то все не берется телефон влезает шмытье я уж думал с ней въехать придется ух возиться с вами конечно тяжело да блин вот я че виноват что ли сама прыгнула под машину ко мне тупые люди здесь прыгают под машину ко мне не от машины а под машину сейчас будет сейчас будет та самая миссия та самая очень известная миссия которая называется демолитион мэн тот да да это тот самый вертолетик который никому не нравился поехали демолитион мэн послушай сынок у меня проблемы и я думаю ты мне сможешь помочь я не строительство не я подумал скорее твоих способностей к разрушению смотри вот план застройки и района а вот тут участок который нас интересует то есть уходит это новое офисное здание да ты схватываешь на лету я собираюсь исчезнуть чуть позже из города если офисного здания возникнет неисправимые дефекты конструкции то я как сознательный гражданин почувствовать себя обязан мешаться и взять на себя восстановление важной зоны города где еще можно идти таких парней как ты а да вот говорят кто проходил эту миссию с первого раза прекратите врать никто не проходил ее с первого раза и даже со второго или третьего а вот и не так я прошел когда первый раз играл я со второго прошел раза со второго потому что первый раз я заблудился на самом деле лично лично мне как-то не очень-то сложно проходить но все живет вот и файл и федишин в этой трилогии немного подложили свинью изменив раскладку управления вертолета да 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 конечно тут немного тяжелее управлять вертолетом тут совсем не так как в оригинале хватит не все показывать пофигу управляется направление клавиши везде а вот взлет вверх-вниз это мышка левая и правая кнопка соответственно не знаю как вы но мне кажется есть миссии которые посложнее этой и да брось бомбу то ё-моё она чё-то не с первого раза бросается есть одну установили возвращаемся забираем следующую говорят это мисс я слышу это я видел это миссии попала на самое первое на первое место по самый слой в топе самой сложной миссии в gta в канале канале тел блог нет и блин среди них как по мне есть миссии посложнее гтс андрес есть миссия где надо с биг смоуком ехать за поездом но я тоже научился проходить эту миссию как на так как надо а в defined edition и и проходить стало легче потом в следующих сериях вы это узнаете почему впрочем ей в оригинале тоже научился проходить эту миссию надо всего лишь на правильном расстоянии на правильном расстоянии держаться не надо меня не надо не надо меня бить в принципе пропеллером можно их разрубать убивать блин от поворачивайте стали труднее стало а куда эти стреляют их лучше резать вот так поворачивать только наклоном теперь можно опять лететь короче вниз до миссия не из легких конечно вот не люблю лететь туда это скучно но рубец пропеллер рубит конечно и так красиво как бензопила да бери ты бомбу то емае все летим на четвертый этаж и кладем бомб последнюю и я сделаю то чего многие сожалению чего у многих не получалось пройти миссию с первого раза ядов дефонитив эдишн я я за я сам для себя когда играл я тоже с первого раза и прошел но конечно пришлось привыкать к этому дуранскому управлению на мобильнике я играл там тоже с первого раза прошел я еще раз говорю я заблудился когда в первый раз играл в первый раз на компьютере играл я просто я заблудился просто ну что все готовы поехали почему музыка игры что ж вот мы и прошли ту самую миссию только вот почему музыка играла ее в вертолете нельзя было выключить я надеюсь меня за нее не забанят хотя бы ладно короче на сегодня закончим с вас подписывайтесь мне эпичный видос сегодня мы прошли самую самую жестокую миссию для многих игроков но не для меня подписывайтесь на стримовский канал вступать в группу вконтакте и всем пока